ребятушки всем привет сегодня для вас ребята эксклюзив как сказать эксклюзив всем известный zotti t600 китайский автомобиль у нас уже был обзор на zotti t600 был обзор на новую машину и на механике этот вариант на автомате но что самое главное этот экземпляр с пробегом почему я решился снять zotti t600 с пробегом потому что часто слышу от потенциальных покупателей или от людей которые выбирают машину ценовой диапазоне до 1 миллиона рублей не хотим китайца почему потому что боимся там при пробеге 10 тысяч сломается на вторичном рынке много теряют и его хрен продаж извините за выражение давайте посмотрим проанализируем рынок посмотрим вот конкретно на эту машину проехала немного но какие нюансы на ней есть что сам владелец делал ремонтировал за это время что за 20000 пробега владелец сделал в этой машине понятное дело сделал то оперы у дилера обслуживаться на нашем техцентре это по регламе то это нормально на любой машине что странно лично мне кажется это то что крашен капот на этой машине крашен весь капот и крашен он так мягко скажем так себе видимо его полностью очищали красили заново потому что несмотря на то что он свеже покрашенный уже везде начинает потихонечку вылезать и рыжики вопрос другом почему его красили может быть что-то упало открывал капот смотрел снизу знаков о том что машина получала удар в переднюю часть нету никаких единственное изменение под капотом который мы видим это то что пропал этот пластиковая крышка которая сверху была на новых машинах а так все в очень достойном состоянии ну состоянии нового автомобиля еще обращаю внимание на то что передняя часть все-таки разбиралась вот болты откручивались пластик вот этот снимался все телевизор вроде как не трогали то есть железную часть которую под пластиком находится за счет вот этих амортизаторов капот они прям выталкивают его обратно его первых тяжело реально отпустить и когда пытаешься его закрыть они выталкивают обратно тебе нужно прям с размаху так размахнуто чтобы закрылся и вот из-за этого тут появились ямочки на капоте что видимо предыдущий владелец так кулачком закрывал и дальше давайте посмотрим что по рыжикам есть по коррозии потому что ну китаец он же гниет все рассказывают два года живет уже эта машина ездила зимой не стояла и коррозии как таковой нету даже больше скажу эта машина не обработана антикором ничего не не пролито но нету такого что машина начала гнить из антикора скорее всего на заводе просто промазали что-то снизу на какое-то на какое-то первое время двери вокруг смотрим даже намек коррозии пока что нету под резинками где в основном у всех машинах где собирается соль грязи влага там остается машина обычно начинают там гнить тут тут все чисто все как на новой машине так назовите т-600 которые на механике вот эти штучки рейлинги сверху как правило зиму проезжают и начинают покрываться такими желтыми пятнами а вот на вот этот экземпляр максимальной комплектации такого нет ну какие-то сколы по кузову вот они обращаются внимание колы имеют место быть без них никак машина же ездила не стояла на месте вообще из нюансов по кузову единство что я заметил еще так это задний бампер то что его тут поцарапали такое ощущение колеса когда загружали так задели шипом немножечко кстати разгоняется она прям как из салона новые совсем и единственное что не нравится то как переключает коробка потому что dsg по идее должен переключать быстрее а у нее что-то вот плохо нас этим справляется по моим ощущениям еще на что я обращаю внимание так это на руле он она не совсем устойчивая то есть на скорости есть небольшой люфт руля и тянет ее немножечко вправо я думаю предыдущий владели все-таки в яму какую-то въехал немножечко ударил так в принципе это все замечания для пробега 20000 машина конечно осталось там состоянии еще новой машины единственное замечание по передней оси колеса там что-то однозначно не то нужно делать развал 100 процентов поднимать и проверять эту машину ребят какие красивые диски тут у нас установлены но увы к сожалению такие уж они практичны вокруг везде они не царапанные просто от соли уже краска сверху которая не пока они покрашены начал отшелушаться потихонечку и сам значок посередине которые также был вроде как по качеству сделан из алюминия по факту просто покрашен дешево и вот так вот стирается как будто наклеена бумага сверху обидно диски вообще классно на самом деле смотрится тут нормальные мужские тапки на эту машину поставили то качество выступают судя по тому как сохраняется зоди т-600 на механике вот предыдущие варианты которые были видел экземпляры с пробегами 70 и 80 тысяч есть конечно нюансы по кузову это из ряда ржавчины там где-то коррозия пошла но это как нормально на всех китайцев если его обработать изначально хорошим антикором то этого всего не будет с узлами агрегатами с двигателем с коробкой проблем нет там коробка механика тут у нас опять же dsg в этом стоит вопрос возможно владельцу придется помучиться на пробеге 60 70 нужно будет поехать сервис там поменять сцеплением то есть провести обычную процедуру коробки dsg там адаптацию провести на коробке и пожалуйста ездить дальше честно сразу на что обращаешь внимание когда заходишь упираешься на подлокотник не знаю слышно или нет но и подлокотник скрипит и с этой стороны сиденья но это кожа ладно тут ничего страшного нет а вот подлокотник ну хочется взять и отрезать половину центральной консоли чтобы этого не было слышно в дороге это ужасно реально просто будешь уставать от этого звука каждый раз упираешься не знаю создаю такое впечатление что он как будто вообще сюда ничего не клал владелец и не хватался ни за ручку ни за какие кнопочки тут не нажимал потому что руль от с левой стороны на самом деле начал немножко стираться то есть этот ребристость кожи который есть небольшая с левой стороны стала уже просто ну ровненько стерлась начала по крайней мере стираться по поводу сидушек водительское сиденье она вообще вот реально как новое ощущение как будто на ней не ездили за 20000 хоть какие-то складки должны были появиться сзади видимо никто не ездил кроме задней резины так по поводу панорамы тут есть панорама максимальная комплектация классная вещь единственная бы лично не стал доверять панораме на китайской машине потому что панорама это в принципе вообще опасно зимой и летом резиночки высыхают на больших скоростях из аэродинамики продавливается потом шум стоит над головой черт возьми ну это классно когда стоит панорама работает все идеально работает все как на новой машине с пробегом 20 тысяч на самом деле китайцы как раз вот этим и привлекают тем что цена 1 миллион рублей это класс там спортажа туксона но извините панорама мультимедийная система навигация камеры заднего вида кожи все есть на что я обратил внимание ребята с этой стороны обычно назойте это 600 крышечка такая с ручкой которая открывается там за ней блок предохранителей тут этого нету почему потому что крышка потерялась нас эффект барабана обтянута кожей что потерялась эта крышка я думаю просто владелец не мог ее найти скорее всего а с правой стороны так вообще хомутом затянут давайте так из 5 баллов я бы дал 4 скрип подлокотника 20 тысяч пробега и вот это вот кожа стертая я думаю не совсем нормально и вот эта вот штучка но это больше к тому что запчастей нет и найти вот эту крышку я так считаю вообще нереально только подойти и украсть у кого-то а вот купить ее будут думаю думаю будет сложно найти так ребят ну давайте подытожим тогда что мы сейчас имеем что мы увидели на этой машине во-первых обратили внимание что покрашен капот почему красили красили ли из-за сколов непонятно потому что есть следы что разбиралась передняя часть может быть даже какой-то удар тут был дать переднюю часть первый момент это то что крашен капот возможно из-за сколов да из-за того что там ржачно где-то пошла первыми второй момент это литые диски на которых появились какие-то пятна они не стираются и начала краска на них дальше по воду коррозии вокруг обошли посмотрели нету ребят коррозии все нормально все хорошо машина реально достойно себя показывает опять же из минусов третий нюанс если перейдем к салону дальше то хочу как жирный большой плюс объявить то что салон хорошо сохранился нету просаженных сидений изломов там на коже и все в таком плане но жирный минус подлокотник скрипит ужасно минус это вот этот кожа которая обтянута под рулем мы с вами смотрели такой лайфхак с этим с этой крышкой на блоке предохранителя но не заметно на самом деле глазу этому мужик постарался сделать все качественно и в принципе все и всех нюансов ребята по технике машина нормальная никаких нюансов нету кроме вот этого развала схождения который нужно сделать потому что руль немножко тянет справа скорее всего в яму въехали тебя давайте посмотрим сколько она потеряла на рынке потому что продается сейчас эта машина за 1 миллион 100 тысяч это автомобиль 17 года с пробегом 20 тысяч бла-бла-бла как и раньше говорил новая такая машина вот конкретно вот это продавалась за миллион триста восемьдесят тысяч учитывая какое-то дополнительное оборудование по что тут сигнализация с обратной связи с тайнировку делали сетку на радиатор дополнительную ставили в общем за миллион триста восемьдесят тысяч эта машина была новая купленная в салоне в семнадцатом году за два года получается машина потеряла 300 тысяч рублей это в районе 20 25 процентов от общей суммы машины ну не так плохо принципе как и все машины новые покупаешь новую машину в районе 20 процентов ты теряешь первый первый год или полтора так что ребят покупайте китайцев китайцы возьмут весь мир вскоре я уверен что китайцы станут даже перед корейцем буду делать машины намного лучше и качественнее и на вторичном рынке появится большой спрос на эти машины так что за это переживать не стоит приходите салон осмотр смотрите щупайте трогайте поймите для себя нравятся ли вам такие машины а на сегодня все я с вами прощаюсь до новых встреч всем пока ждем вас по адресу город москва улица варшавское шоссе дом 132 а корпус 1 все подробности на нашем сайте 3w mass motors точка ру или по телефону 8 800 2000 ровно 132